Атраусские поливоды могут потерять продукцию этого года, потому что они не могут ее реализовать. Им не разрешено продавать товары за пределами рынка. Но все же крестьяне предпринимают меры для того, чтобы их урожай не пропал, предлагая продукцию по более низкой цене. Даже раздают ее малоимущим семьям. А жители Атрау тем временем вынуждены покупать продукцию у перекупщиков недорого. Один из тех, кто ведет свой бизнес в сельском хозяйстве в Тоскалинском сельском округе Конышно-Рузбаев. Наша съемочная группа встретилась с ним. Поливод Конышно-Рузбаев год назад приобрел эти 10 гектаров земли. Сам вспахал, посадил семена. На площади нет проблем с водой и светом. А это первые плоды его труда. На площади выращивают дыни, арбузы, огурцы, помидоры и клубнику. Но главная проблема в том, чтобы реализовать свою продукцию и выйти без потерь. Потому что продавать овощи бахчевые поливод может лишь на рынках, что создает проблемы для предпринимателей. Мы хотели бы, чтобы нам разрешили реализовывать нашу продукцию не только на рынках, а, например, на обочине дороги, в местах, где нет никаких препятствий, возле жилых микрорайонов. Это было бы правильным решением во время карантина, так как мы не можем сейчас реализовать свою продукцию. К примеру, сейчас продаем по 80 тенге за килограмм. А в городе овощи бахчевую продукцию в основном реализуют перекупщики. И намного дороже, за 160 тенге за килограмм. Да и то они продают привозную продукцию. Мы вывозим свои товары на рынок в субботу и воскресенье. Но там она не проходит, потому что карантин. В выходные дни никому нельзя выходить из дома. Предприниматели слышат много отзывов от населения. А трассы еще не верят, что местная продукция уже созревает и выставляется на продажу. Но плоды, как видите, уже созрели. Только вчера 300 штук арбузов раздались сельчанам бесплатно. Теперь целью Куаныша Норзбаева является расширение площади посевных. Для этого создаются условия государством. В области был открыт специальный геопортал. Здесь предприниматели могут посмотреть удобное для них место. Написать заявление в Акимат для освоения этих земель. По словам представителей палаты предпринимателей Серика Сосикенова, для развития агропромышленного комплекса в регионе есть все условия. Только их нужно правильно использовать. Мы предоставили ключи от геопортала трав всем районам. По этому же ключу каждое крестьянское хозяйство или желающие граждане могут обратиться в районную или городскую палату предпринимателей и узнать все о геопортале. Затем они должны обратиться в земельную инспекцию и в течение одного года освоить эту землю. В противном случае юридически она передается другим лицам через аукцион. В целом в Атравской области сейчас есть 3415 фермеров, которые работают в агропромышленном секторе. Из них 3218 работают без перерыва. В этом году в регионе посеяны семян на 9 327 гектарах земли. Среди них есть овощи бахчевые и кормовые культуры. На сегодняшний день собрано около 7% продукции. Теперь вопрос регулирования инфраструктуры на свободных местах для пригородного сельского хозяйства. Комбат дайыр қызы Аймул Харулны қуаныш коды берген телеканал Атырау.